Привет, я Женя, а это симпатичная обезьянка по имени Сурвига, точнее обезьян. И он впервые попробовал виртуальный шлем HTC Vive. Шимпанзе из Южной Каролины виртуальные игры очень понравились, теперь просят еще. Но это не все новости на сегодня, так что оставайтесь со мной и узнаете. Затем любителям йоги виртуальная реальность, что показали на AR-конференции в Москве и как превратить реальный мир в локацию для виртуального шутера. Студия Трикси создала интересное приложение для смартфонов, которое делает из привычного пространства арену, где вы защищаетесь от довольно страшных монстров и существ. Как и Pokemon Go, это игра с опцией дополненной реальности, но намного интереснее. Называется шутер дополненной реальности Fanta Geist. Если использовать это приложение с очками виртуальной реальности и джойстиком, то будет полное впечатление, что вокруг вас бегают монстры. Причем прямо у вас дома. В будущем разработчики Fanta Geist планируют подключить режим мультиплеера. Приложение уже можно скачать на Google Play. Одна проблема – игра пока работает только на устройствах, поддерживающих платформу Google Tango, например, Lenovo Fab 2. В дальнейшем игра будет доступна и для других смартфонов. Надо просто немножко подождать. Ждут контроллеров Oculus Touch и обладатели виртуального шлема Oculus Rift. Напомню, они выйдут 6 декабря. И в честь такого события специально для них появилась, как вы думаете, какая игра – зомби-шутер. Убивать зомбарей придется в игре Zombie Riot от студии PlaySide VR. Это хоррор на выживание, которое предлагает довольно внушительный выбор оружия, в том числе бензопилу. Графика у зомбирают, честно говоря, паршивенькая, и The Brookhaven Experiment для HTC Vive явно не дотягивает. Хотя разработчики и не ставили себе такую задачу. Эта игра сделана, чтобы развлечься, поржать, не напугаться и оценить работу новеньких контроллеров Oculus Touch. Кстати, сам виртуальный шлем Oculus Rift стал героем пародии на YouTube. Комедийные блогеры сняли антирекламу девайса. Компания «Обидный ролик» не комментирует. Сделал шуточную рекламу Oculus Rift канал Audio with Brothers. В ролике владелец модного шлема сначала ждет окончания рабочего дня. Уж так к нему не терпится окунуться в виртуальную реальность. Ну а оказавшись дома, геймер настолько сильно погружается в виртуальный мир, что напрочь забывает про реальный. В итоге, во время геймплея бедолагу обчищают грабители. Напомню, Oculus уже не в первый раз становится героем пародии. Так гаджет уже успел засветиться в одной из серий популярного мультфильма «Саус Парк». Ты нашел картона в таком виде и думаешь, что он застрял в виртуальной реальности? Ну! Тем временем, создатели легендарной игры Dark Souls шутки не шутят, а собираются сделать легендарную игру виртуальной. Подробности пока держатся в секрете. О возможной адаптации игры для виртуальной реальности сообщил сам Яцуо Ясимура, продюсер Dark Souls 3. Это произошло на церемонии вручения наград Golden Joystick Awards 2016. Он сообщил, что команда разработчиков надеется сделать вир-игру по Souls. Скорее всего, более подробную информацию о данном проекте компания сообщит на конференции PlayStation Experience в декабре. Для тех, кто не в курсе, напомню, франшиза Souls, включающая в себя Demon's Souls, Bloodborne и три части Dark Souls — это коллекция игр RPG. Они отличаются довольно сложным уровнем прохождения и захватывающей графикой. Если вы страшные игры, в которых надо много думать и бояться не любите, а наоборот хотите отдохнуть от монстров, гоблинах и других приятных личностей, которых и в реальном мире достаточно, вот вам приложение для медитации. Американская компания Pravata Health решила порадовать любителей йоги и просто желающих расслабиться приложением Pravata VR. Работает программа так. Пользователь надевает VR-гаджет, запускает программу на айфоне и перемещается в красивое пространство с успокаивающей музыкой. Пейзажи программа предлагает на любой вкус. Pravata VR позволяет также следить за частотой пульса и другими жизненными показателями, чтобы совсем не отъехать в нирвану. Единственный минус приложения — медитация длится недолго, всего 10 минут. Зато в виртуальном мире медитация более безопасна, чем в реальном. Окунуться в виртуальную и дополненную реальность с головой смогли и те, кто принял участие в третьей международной выставке AR и VR-технологий, которая прошла в Москве. Мы побывали на событии, и вот что там было. AR Conference прошла в новотеле. В одном зале выставки расположились разные стенды с виртуальными гаджетами, в том числе от российских производителей, а в другом — конференции на тему VR. Большая часть стендов, конечно же, была посвящена развлечениям. Так все желающие могли попробовать новинки, посмотреть, как работают камеры 360 и даже поиграть в виртуальный квест с друзьями в шлемах Oculus Rift. Но помимо забав были и полезны для бизнеса разработки. Так компания VR Concept представила специальное приложение, которое позволяет делать виртуальные 3D-модели деталей, прежде чем отправить их в реальное производство. Это в разы сокращает количество брака. Технологии уже заинтересовались многие компании. Это применяется активно за рубежом, начиная от у нас. В первую очередь это промышленность, тяжелое сложное машиностроение, нефтегазовая сфера и можно еще также назвать образование. Также виртуальное решение для бизнеса представила компания Power Group. Они занимаются интерактивными инсталляциями, виртуальными презентациями и приложениями дополненной реальности. В списке клиентов компании различные департаменты и известные бренды. Недавно Power Group делали интересную инсталляцию, при помощи которой отображается карта столицы. Мы сделали тач-стол с софтом, с контентом, который показывает, как старые кинотеатры в стальных районах будут переделаны в торговые центры. И когда человек становится напротив тач-стола, вырисовывается карта Москвы из этих ламп и, соответственно, производит вау-эффект. Кстати, данная компания занимается разработкой приложения дополненной реальности и для детей. Это и образовательные проекты, и игрушки типа пазла, которые оживают при помощи планшета. И вот вам еще одна новость специально для детей и особенно их родителей, которые мечтают занять свое чадо чем-нибудь интересным, ну хоть на пару минут. Появился новый виртуальный мультик в главных ролях шедевра «Чайка». Зовут Чайку Гарри, что немного странно, так как несколько месяцев назад был уже виртуальный мультик про ежа, его звали Генри. Генри, Гарри, какой-то странный выбор имен. Хотя ладно, мы не об этом. VR-мультфильм «Гарри и the Gal» — это пока единственный в мире виртуальный мультик, который позволяет общаться с персонажем и влиять на его действия. В данном случае Чайка Гарри будет делать все, чтобы украсть вашу еду. В общем, скучать не получится. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, и у вас всегда будет хорошее настроение и интересные темы для бесед. Всем пока! Хочешь быть в курсе всех новинок в сфере виртуальной реальности и видеоигр? Кликай вот сюда и смотри больше интересных выпусков новостей от ИДВР. Субтитры создавал DimaTorzok